Багамские банки Востокоподводные утёсы обрушиваются в четырёхкилометровую пропасть Атлантического океана. Те немногие виды, что процветают в этих местах, обладают выносливостью, отличной скоростью и способностью глубоко нырять. Здесь один вид сочетает все три умения. Это одна из самых распространённых акул в мире. Длиннокрылые акулы в настоящее время считаются видом, которому угрожает вымирание. Этот подлинноокеанский вид редко можно увидеть у берега, поэтому их сложно изучать. Длиннокрылые акулы обладают характерными белыми пятнами на плавниках, а их закруглённые грудные и спинной плавники заметно больше по сравнению с другими акулами. Акулы знамениты своим обонянием. Их ноздри располагаются на нижней стороне рыла. Входящая в них морская вода позволяет акуле обнаруживать следы химических веществ, определяя добычу или потенциальных партнёров по запаху на огромном расстоянии. Однако эти ноздри не используются для дыхания. Кровь насыщается кислородом в жабрах, омываемых водой. Рыбы-луцманы – загадочные компаньоны для накрылых акул. Некогда считалось, что оба существа находятся во взаимно выгодном партнёрстве. Но современные исследования говорят о том, что рыбы-луцманы просто пользуются акулой. Они питаются объедками с акульего стола. А также пользуются тем, что акула преодолевает сопротивление толщи воды, держась за ней и экономя силы. Так как свидетельства какой-либо пользы для самой акулы отсутствуют, споры о том, почему акулы не едят рыб-лотсманов, продолжаются. Багамы – мировой лидер в деле защиты акул. Эта страна – одна из первых, запретила яростный лов в 90-х годах прошлого века и полностью запретила торговлю акулами в 2011 году. В результате это место у острова Кэт даёт учёным и искателям острых ощущений уникальную возможность встретиться лицом к лицу с этими непонятными созданиями. В эти воды приплывают кормиться десятки длиннокрылых акул. Почти все эти акулы – самки. Учёные считают, что это место как-то связано с их репродуктивными циклами, и они, вероятно, где-то неподалёку спариваются или рождают детёнышей. Возможно, они готовятся к размножению, откармливаясь сытным тунцом и корифенами, в то же время мигрирующими через эти воды. Акулы матери вынашивают своих детёнышей около года после спаривания. Длиннокрылые акулы живородящие. Это означает, что яйцо развивается внутри матери и рождаются уже полноценные акулята. Эти самки демонстрируют, насколько агрессивными могут быть беременные мамочки, защищающие свою добычу от конкурентов. Субтитры создавал DimaTorzok маркируя длиннокрылых акул, учёные сделали несколько поразительных открытий. Они установили, что некоторые акулы уходили из этих мест всего на 500, а некоторые на целых 2000 километров. Вместе же они расходились на более чем 16 тысяч квадратных километров, но в среднем каждая особь провела две трети времени в тихих Багамских водах. Учёные также установили, что длиннокрылые акулы в поисках пищи способны погружаться на глубину более тысячи метров. Они являются хищниками-полифагами. Обычно они плавают медленно, экономя силы, но в погоне за добычей способны развивать высокую скорость. Когда атака успешна, акулы пробуют добычу, а затем хватают её своими зазубренными зубами и разорвают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова